Халилов Ушлан Агамедович, 14 мая 89-го года рождения, город Снежное, попал в армию ДНР 22 февраля 22-го года, звание рядовой. 11-23, 4-я рота Перуслов. Я подал управление от РДС защиты среди администрации города Снежное главным специалистом. То есть в моих задачах входило проверка, назначение всех видов социальных пособий. До мобилизации я был обычным гражданином. 22 февраля нас призвали на военную службу. Команда для того, чтобы началась мобилизация, поступила из Москвы для того, чтобы собрать людей, которых не жалко пустить в ход. И для того, чтобы было проще находить позиции украинской армии. Да, изначально, когда мы приехали в Горловку, никому вообще не давали байкоплитки. Мотивируя за тем, что так как мы многие не умеем им пользоваться, чтобы не было случаев, что кто-то начнет стрелять. И многие бойцы у нас, в принципе, вот до того дня, когда мы приехали, мы были без БК. Да, там даже, допустим, у нас служили даже человек, который очень плохо видел. То есть он вечером вообще терялся. То есть когда мы вечером ездили, мы сразу за ним следили, потому что мог потеряться и попасть вообще куда-то неизвестно куда. Естественно, многие мне давали. Каска была, бровежилетов мне давали. Аптишки нам тоже выдали. Ну, примерно, там за 3-4 дня мы приехали сюда. Все. Пару дней назад нас привезли днем в село Подмариуполе. И все. После этого мы выдвинулись на завод Ильича, где, в принципе, вот у нас Илья Ильича. Вот мы в пятером пошли, и нас практически, может, метров там 300 мы прошли, нас взяли. Я вот один остался в шву. Нам рекомендуют российская армия. А мы просто пушечное мясо, которое завели на завод, и нас всех там расстреляли. Потому что я больше чем уверен, что они знали, что там украинские военные есть. А у нас многие бойцы даже автомат не держали в руках. Поэтому даже если бы что-то случилось, у нас бы никто просто голову не дал. Я жалею, что я подвелся на российскую пропаганду. И что благодаря ей погибло столько мирных жителей. Я хочу, чтобы те парни, которые сейчас находятся под Мариуполем, не слушали никого. Потому что здесь очень много мирных жителей, которые умирают, страдают от российских военных. Я очень жалею, что мне пришлось попасть сюда. И благодаря тому, что происходит, стать военным преступником.